Всем привет, это Алла. Сегодня мы опять с вами на кухне. В прошлом видео я обещала, что я вам расскажу про свое правильное питание, о том, как я сбросила 12 килограмм, с чего я начинала и как я поддерживаю здесь в Америке. То есть начинала я в Украине, это было 9 месяцев назад, почти что уже 10, и как я пытаюсь здесь продолжать свой же здоровый образ жизни и каким образом я подыскиваю себе здесь продукты. Просто пройдемся по тому, что я выставила, и затем я вам объясню абсолютно, начиная с начала дня завтрака, да, разновидность какая у меня завтрака, обед, ужин. Первые три баночки это масла, это я ем, это флекс, animal flex, ну сейчас я буду употреблять, потому что я еще хожу джин, занимаюсь, связок, говорят, неплохо. Такие пакетики, по-моему, там 40 штук, здесь 8 таблеток абсолютно разных, не буду умничать, я не знаю, что там, и как мне рассказал мой тренер, с которым я занималась. Кстати, Андрей, если меня видишь, тебе огромный привет, я, как обещала, я держу себя в тонусе, я занимаюсь, качаюсь и питаюсь правильно. Завтрак, с чего начинается у меня завтрак? Обязательно это будут ягоды, могут быть не обязательно. Клетчатка, клетчатка у меня здесь овсяная, другую найти не могу. Сама же овсянка, сейчас секундочку, поставлю овсянку, овсянка. Добавляю в 50 грамм овсянки, грамм 20 добавляю клетчатки. Заливаю кипятком, тоже меряю, это грамм 80 кипятка, 100 грамм кипятка. И могу потом еще в конце добавить молока без сахара, оно у меня есть, я вам покажу. Хлебцы, эти хлебцы можно есть как утром, я позволяю еще их есть в обед. В варенье наше, джем, я даже не знаю как сказать, оно без сахара, вот, sugar free. Если я хочу прямо совсем не колбасит, хочется сладкого, я добавляю. Изюм добавляю, изюм здесь, вверху клюква внизу, грамм 10, клюквы вообще грамм 5. Кесью добавляю, грамм, наверное, 10. Арахис добавляю 10, и грецкие орехи, это грамм 10. Овсянка у меня идет с водой, клетчатка, орехи, может быть, немножечко добавлю изюм или клюквы сушеные. И вот сейчас на экране вы видите разные абсолютно сырые сорты, везде смотрю, fat free. И я добавляю грамм 20 их, 30, может быть, сверху. Может быть, кому-то покажется эта еда, вообще ужас, но мне нравится, я привыкла. Я, такой завтрак у меня уже в течение 9 месяцев, один и тот же. Единственное, что я могу еще изменить завтрак, знаете как, сделать овсянку и только белки. Три белка, например, точно так же сверху сыра. Никакие сладости и никаких орехов. Следующий, переходим плавно мы на обед. Вот это все, что я, вот у меня на обед идет. И я уже, конечно, тут пытаюсь как-то фантазировать. Немножко не совсем здесь все, что я ем, что-то еще, наверное, но может быть, просто чего-то у меня уже нет, что-то закончилось. Лимон обязательно я выдавливаю на салат. Лук я обязательно режу, он никакого запаха, очень сладкий, не острый абсолютно. Это только для того, чтобы были витамины. Потом авокадо. Перловка, обожаю перловку. Может быть, кто-то не любит, но это не про меня. Рис, рис коричневый, вот такой как бы рассыпной. И рис, вот такой пакетированный, варишь, готов, кушаешь. Две разновидности, смотрю, коробочки у меня риса, потому что выкладывала, даже не посмотрела. Потом салат вот в такой упаковочке идет. Это я вам говорю то, что я уже делаю на обед. Брокколи, брокколи на 3 минуты, нет, на 2 минуты брокколи в микроволновку, и я ем. Брокколи всегда где-то грамм 80 я делаю. Салата где-то грамм 80, любого 80-60. Вот такой салат беру, все взвешиваю, все абсолютно взвешиваю. Кашу эту не знаю, купила. Увидела протеин, взяла, купила. Что купила, не знаю еще. Как варить, ничего не знаю. Ну, попробую. Потом обязательно, видите, спагетти, я очень люблю вообще спагетти, я очень люблю вермишель, макароны в разных ее исполнениях. Я нашла вот такой выход. Нашла себе вот такие коричневые спагетти, которые я могу кушать. Вот такая каша комиксованная. Здесь рис. Здесь идет у нас, как же это каша называется? А, кускус. В общем, очень намешана куча всяких каш. Я сейчас вам покажу ее вареную. Вот она такая. Рисы коричневые, черные, бурые, что вы хотите и что только хотите и не хотите. Не знаю, не пробовала, буду пробовать сегодня. Что я еще добавляю? Я добавляю вот такой тертый сыр. Вот, естественно, я смотрю. Смотрю грамм жира, сахар всегда смотрю. Или вот такой. Это омлет. Только из белков. Поверьте, делала очень классно. Только протеин здесь. Желтков там нет. Дальше яйца. Это кускус, про который я говорила. Ну, естественно, безвесовку. Даже безвесовка. Это мои рисы. Тут без них никуда. Что у нас дальше? Вместо хлеба я беру крекеры. Я редко очень ем. Сразу скажу, потому что они соленые. Соли будут задерживать у меня воду. И воды я пью много. Я ими не увлекаюсь. Хлеба сразу скажу. Не ем вообще. Вот честно. Не ем хлеба вообще. Я еще пропустила. Здесь воду пью по 2,5-3 литра. Если не получается, иногда чуть меньше. Это не критично. Бананы. Бананы только утром. Пол банана. Видите, даже отрезано. Пол банана на завтрак. Могу с овсянкой. Все с овсянкой. И с клетчаткой. Это уже ужин переход. Рыба. Это могут быть еще креветки. Ну, естественно, овощи. Куда без них. Могу дальше. Что на ужин еще могу? Могу на ужин творог. Вот такой творог. Смотрите, он абсолютно без жира. Фет-фри. Здесь у нас 2% жира. Но иногда жир нужен. У нас есть здоровое питание. Чтобы быть здоровым. И как бы в форме. Я могу добавить вот такие хлопья. Абсолютно невкусные. Сразу вам скажу. Все, что правильное питание. Оно невкусное. Но только первое время невкусное. А потом все нормально. Вот это молоко мое знаменитое. Которое я люблю. Оно без сахара. И могу себя баловать таким сыром. Тоже обязательно фет-фри. Палочками сырными. Фет-фри тоже. Решила уделить внимание все-таки продуктовой корзине продуктов здорового и питания. Не решилась я. Заниксовать все темы, которые касаются здорового питания. И то, как я сбросила 12 кг. То, как я к этому пришла. Мои ошибки. Мои срывы. Мой опыт. Я решила все-таки поделить это по темам. Потому что чересчур получилось бы длинное видео. Я уже некоторые продукты положила в морозилку в холодильник. Потому что они размораживаются. Наверное, на этом мы сегодня с вами закончим. Мне было очень приятно опять с вами встречаться через видео. Я думаю, может быть, кому-то это будет полезным. Если это будет даже и интересным, мы можем развить эту тему глубже. Я, поверьте мне, прошла через очень сложный путь. Потому что изменить питание. А до этого я питалась, что хотела, то и ела. Столько, сколько хотела, столько и ела. Изменить свое питание кардинально. Это действительно очень сложный, тяжелый труд. Я никогда не поверю. 5 дней 5 кг теряете. 10 дней 17 кг теряете. Это действительно очень долгий путь. Сложный. Психологически к этому нужно быть готовым. Готовым к срывам. И тут же становиться опять нужно в изначальную точку. И питаться правильно. Потому что невозможно кардинально в один момент полностью все изменить. Вы несколько раз будете возвращаться к своему старому питанию. Потому что вам будет очень хотеться этого всего есть. Опять и опять. Но вы всегда возвращаетесь в исходную точку и начинайте опять питаться правильно. Самое главное держать на пульсе то, что вы делаете. Мне было очень приятно вам все это показать и самой посмотреть на то, чем я питаюсь. На самом-то деле оказывается не такое же. Это питание и однообразное. Если вы смотрели все видео, то вы видите, что продуктов действительно огромное количество. Придумывать, фонсировать можно. Достаточно выбора. Самое главное контролировать количество съеденного. Но обязательно смотреть, что вы едите. Понравилось видео? Ставьте лайки. Подписывайтесь. Буду рада всем, кому помогло своим видео. Буду рада новым подписчикам. Буду рада новым комментариям. Вам всего хорошего. Только позитива. До следующих видео. Пока-пока.